На такие матчи прогнозы, как правило, не дают и победные составы не меняют. Металлург, вернувший серию в Уфу, исключением стал. У нас прежний состав, у нас травмированные не восстановились игроки. У нас все без изменений, готовимся, как и готовились. Хозяева тоже обошлись без ротации состава, лишь Таратухин вступил в свое место Свитову. Не оказалось в заявке на матч молодых Григорьева и Панкова. По уважительной причине. Несколько часами ранее уфимская молодежь в рамках турнира МХЛ вела к победе Толпар. Причем также в серии с представителями Магнитогорска. Сохранил доверие тренерского штаба Салавата в ротаре Эшберг. Эшберг играет достаточно удачно. Просто, почему мы выясняли предыдущий матч, там два гола, они как бы... Можно сказать, что Эшберг сыграл неудачно, не выручил команды в этих ситуациях. Но, с другой стороны, там и игровой ситуации как таковой не было. Поэтому мы считаем, что Эшберг ментально стабилен. Техничен, надежен, но он сегодня покажет, почему он называет шведской сценой. 40 минут без заброшенных шайб цена матча высока. Количество удалений постепенно росло, результативность оставалась на том же на любом уровне. Прошлые игры были такие довольно-таки результативные. Но сегодня седьмая игра. Наверное, так скажем, цена. Цена этого матча очень дорога. Поэтому обе команды стараются играть как можно строже в обороне. Поэтому такой результат пока. Развязка в серии наступила, когда команды играли в формате 4 на 4. Неоднократный чемпион страны Владимир Антипов постепенно начал подбирать ключи к воротам Гелашвили. Первый бросок галкибер Магнитки отразил. Но в этой же смене Антипов позволил себе проверить на прочность катаря еще раз. Дистанция оказалась убойной, а шайба исторической. И третьей победной для Антипова в этом плей-офф. На самом деле не важно, кто забил. Главная команда выиграла. Мы боролись не только в эту игру, а всю серию и предыдущую серию. Поэтому заслуга всей команды. Я не чувствую, что здесь что-то мое есть. 1-0. Салавацевы каждый выход в следующий раунд плей-офф оформляют сухой победой. А Эрсберг вместе с финальной середой, попавшей в объятие Радулова, третий раз играет на ноль. По этому показателю один из новоявленных победителей Восточной конференции догнал казанца Веханина, для которого сезон уже завершен. Но одним только кубком за победу на Востоке шведы и его партнеры ограничиваться не собираются. Их цель – кубок Гагарина. Для моей жизни сейчас это первый финал за кубок. Так что я ждал этого момента очень много лет. И наконец-то моя команда Салава. Большое спасибо партнерам, тренерам, болельщикам и руководствам за то, что дали мне шанс здесь играть. И я сделал все в финале, чтобы мы выиграли. Для Александра Радулова предстоящий финал против «Атланта» тоже первый в карьере. В серии с магниткой агрессивный нападающий так и не смог забить. Но зато перед решающей игрой он вспомнил про облиденные принадлежности. И затея сработала. Максим Балопнов, Роза Хабибулина, Юрия Мулякова, Ильдар Абзарилов. Башкистское спутниковое телевидение.